Восемь часов утра. Привычную тишину нарушила ударно трудящаяся бригада рабочих зеленстроя. Сегодня им предстоит спилить эту могучую иву, которая находится на территории бывшей начальной школы 17-й гимназии Черкеска. Дерево не выдержало напора стихии. После ливня со шквалистым ветром, который обрушился на республиканскую столицу в начале сентября, надломились ветви. Они нависали прямо над тротуаром, рискуя впасть на прохожих или детей, которые зачастую забираются в тайне от родителей на эту территорию. Оно вообще упало на дорогу, одна ветка. Невозможно было пройти. Это уже сами жильцы отодвинули эту ветку, с дороги убрали. Такое опасное соседство, может, и пугало жителей близлежащих многоэтажек, но, к сожалению, никто не сообщил о данном ЧП в соответствующие службы. Узнали о нем коммунальщики от журналистов, которые в один из съемочных дней случайно оказались рядом и заметили поврежденное дерево. Специально для таких обращений создан «Экопатруль». Данный электронный сервис вновь заработал на портале мэрии Черкеска. Теперь жители республиканской столицы, минуя различные бюрократические процедуры и инстанции, могут обращаться к коммунальщикам. Раньше у нас в городе этот сервис сработал, потом временно приостановилась работа, сейчас заново возобновляется работа «Экопатруля». «Экопатруль» создан для того, чтобы оперативно собирать информацию о жителе города, о существующих проблемах в городе, санитарного состояния города, а также других проблемах. То есть жители по городу, которые уходят, они если видят какое-то нарушение, они обязательно там по санитарной части видят, если люк открыт, ветка висит, провод висит, они это фиксируют на свой мобильный телефон, заходят на официальный портал мэрии, раздел «Экопатруль», выкладывают фотографию с комментариями к этой фотографии и обязательно надо уточнить адрес, где это нарушение. После чего руководство мэрии назначает ответственного человека за решение данной проблемы в кратчайшие сроки. По окончанию срока исполнитель выставляет также фотографию уже с решенной проблемой. И таким образом жители могут наблюдать, как решаются проблемы в городе. То есть была свалка, ее нет, люк был открыт, закрыли. Конечно, чаще всего обращения горожан связаны с наведением чистоты и порядка на улицах республиканской столицы. Самый проблемный вопрос – это несанкционированные свалки, которые появляются то тут, то там, как грибы после дождя. Вот очередной пример. Кто-то, видимо, сделал ремонт в доме, вынес старую мебель, различную утварь, которая больше не пригодится в хозяйстве, и сгрузил это все перед первой попавшейся контейнерной площадкой. Коммунальщикам потребовалось более получаса для того, чтобы очистить эту территорию от мусора. Практически ежедневно на этой точке образуются свалки. Объема минимума одна машина. Жильцы постоянно жалуются. Сюда не жильцы выбрасывают, а привозят с города. Я даже не знаю, может, с соседних населенных пунктов. Постоянно строительный мусор, ветки, деревья. Проблемная очень точка. Пытались, разъясняем население и так далее. Но ситуация не исправляется. Таких точек по городу много? Очень много. Порядка 45, как минимум, таких точек у нас в городе. В Поларо буквально неделю назад, полторы недели назад, саманный дом кто-то разобрал и вот возле бункера разгрузил. Там порядка пяти машин вышло. Некоторые несознательные горожане кидают пакеты со своими бытовыми отходами прямо по пути следования, не удосужившись дойти до ближайшей контейнерной площадки. Ежедневно коммунальщики подбирают по несколько свертков с мусором по улице Кирова рядом с этими многоэтажками. Ранее сюда же свои отходы кидали хозяева торговых точек, находящихся рядом. Но предписания и штрафы отучили их от этой дурной привычки. Теперь для особо непонятливых сотрудники отдела контроля городского хозяйства мэрии Черкеска здесь повесили вот такую табличку, предупреждающую об ответственности. Ввиду того, что жильцы близлежащих до пятиэтажек выносят периодически сюда мусор, было принято решение вот такие меры сделать, повесить табличку с уведомлением о штрафах. Будут теперь проводиться рейдовые мероприятия по выявлению с утра пораньше. Будем выезжать с участковыми, штрафовать тех людей, которые непосредственно носят сюда пакеты. На решение того или иного обращения, которое поступает посредством эко-патруля, коммунальщикам отводится до 30 дней. Всё зависит от степени сложности задачи, которую предстоит решить. Чаще всего зелёный кружок, сигнализирующий о решении вопроса, появляется через день или два. Эко-патруль был возрождён вновь для того, чтобы сделать наш город чище и краше. Каждый из нас хочет гулять по красивым улицам, дышать чистым воздухом. Все мы люди и хотим жить по-человечески. Сколько угодно можно говорить о чистоте и порядке и тратить казённые деньги на ликвидацию различного рода свалок. Но результат будет один, пока каждый из нас не поймёт, что несёт ответственность за каждый кусочек обитаемой нами земли, который мы называем своим домом. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.